Три дня, семь площадок, более двухсот издательств. И все это в самом центре столицы, у стен Кремля. Книжная ярмарка на Красной площади – первое массовое мероприятие в Москве в период пандемии. В этом году вход на Красную площадь только в масках и перчатках. Кроме того, впервые на фестиваль необходимо было заранее зарегистрироваться. По рекомендации Роспотребнадзора, организаторы ограничили количество гостей. За три дня фестиваль смогли посетить не более 18 тысяч человек. Вообще сейчас ниша популярной психологии «Дом России». Это буквально девизы этого карантина, этого времени. Одним из первых посетителей шестого книжного фестиваля стал Сергей Нарышкин. Именно председателю Российского исторического общества изначально принадлежит идея проведения фестиваля на главной площади страны. В 2015-м, в год литературы и чтения, он выступил с инициативой создания масштабного книжного фестиваля у стен Кремля в целях популяризации и развития чтения. Идея была поддержана президентом Владимиром Путиным. Справедливо говорить о том, что и Москва открывается книгой. С книгами возвращается нормальная жизнь и в нашей стране. И вспоминаются слова Иосифа Бродского, что «свобода дана для того, чтобы ходить в библиотеку». И это справедливо. И приятно, конечно, что наша страна в 20-м веке считалась самой читающей. И я надеюсь, я уверен в том, что и в нынешнем, в 21-м веке, такой высокий статус России сохранится. И книжный фестиваль «Красная площадь» этому поможет. В этом году, как, впрочем, и во все предыдущие, здесь огромное количество свежих изданий. Так, в павильоне «История Отечества» председателю российского исторического общества показали последние новинки. В этом году значительное количество литературы посвящено 75-й годовщине окончания Великой Отечественной. Здесь и книга, посвященная военнослужащим танкистам, сборник «История Дальнего Востока в годы войны», и антология, изданная недавно в Киеве под названием «Славен будет в народах священный твой бой. Великая Отечественная война в поэзии Украины». Очень важно, что люди, наши граждане, наши соотечественники могут не только прийти сюда, на этот фестиваль, а могут увидеть в онлайн-трансляции все, что здесь происходит и на сайте Российского исторического общества, и на сайте фестиваля. Поэтому мы стараемся, чтобы коммуникация историков, авторов исторических книг с читателями, она не ослабевала, а книжный фестиваль на Красной площади, работа павильона «История Отечества» ее только поддерживает. Один из значимых юбилеев этого года – столетие службы внешней разведки. Не случайно в павильоне «История Отечества» было представлено сразу три книги, посвященные этой теме. Всего же цикл, посвященный истории разведки, состоит из 15 томов. Все они будут изданы до конца года. Книга является стержнем культуры любого человека. Если человек не читает, он выпадает, на мой взгляд, из культурного контекста. И причем надо читать именно книги, а не просто мелькать, смотреть соцсети, какие-то журналы, читать газеты. Книга – это, ну как вам сказать, самое главное достижение человечества. В последний день фестиваля прошла уже традиционная церемония награждения и выступления победителей конкурса «История Победы в стихах». Конкурс был приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие дети и подростки из более чем 70 регионов России и ближнего зарубежья. Нет, нужно подняться, нельзя мне лежать, ведь я – это мой Ленинград, нельзя нам сдаваться. Фестиваль традиционно приурочен ко дню рождения великого классика Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Очевидно, что он стал самым камерным за всю историю его проведения, но, впрочем, и самым важным. Знаете, за март-апрель 80% издателей просто перестановили деятельность и новые книжки не выходили. Сейчас, встретившись с читателями, с потенциальными покупателями книг, они получат тот необходимый импульс, что понятно, что мы работаем для вас. Обычно же к фестивалю начинают готовить за полгода, а тут, в общем-то, за 10 дней. И как раз можно сказать, что мы сегодня объявляем, что книги надо печатать, новые книги надо выпускать, печатать. Они будут жить. Даже в столь тяжелой ситуации многие издательства приняли решение, что часть прибыли, полученной от продажи книг, пойдет в фонд, который ведет сбор средств на покупку индивидуальной защиты для врачей, лечащих больных во время эпидемии коронавируса. Правительство Российской Федерации приняло решение об отнесении книгоиздания и книжной торговли к перечню наиболее пострадавших отраслей экономики. В соответствии с этим решением существуют определенные финансовые преференции. Федеральное агентство печати и массовым коммуникациям выделило более 120 миллионов рублей на поддержку около 650 номинований книг для 200 издательств. В первую очередь для региональных издательств, конечно, которым приходится тяжелее всех, но не это самое главное. Самое главное – это читатель, покупатель, который должен вернуться к книжным прилавкам. Девиз книжного фестиваля в этом году – живем, читаем и победим – как нельзя лучше отражает его суть. И число людей, которые пришли в эти дни на Красную площадь – лучшее тому подтверждение. Служба информации Фонда Истории Отечества. ¡Gracias!